Утро в Петербурге продолжается и вот вопрос на засыпку. Что будет, если ученые, блогеры и юмористы объединятся? Ответ напрашивается сам собой. Появится новое развлекательно-познавательное шоу, такое как «Наука для всех». Нужно отметить, что оно возникло в рамках национального проекта «Наука» и университеты, который был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. О новом познавательном контенте на просторах интернета, который будет интересен всем от мала до велика, поговорим прямо сейчас. На прямой видеосвязи с нашей студией Алексей Федоров, физик-теоретик, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра. Доброе-доброе утро, говорим мы вам, Алексей. Алексей, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, вообще, кому пришла идея объединить, казалось бы, ну абсолютно разных людей? Вот еще раз напомню, это блогеры, ученые, юмористы. Причем объединить их в одном месте и для решения одной важной задачи. А вообще идея пришла организаторам этого шоу, в котором я очень благодарен за возможность с ним поучаствовать. Надо отметить, что такая идея, в принципе, достаточно длительное время обсуждалась. Все-таки цель расширить аудиторию, на которой можно рассказывать о науке и заниматься популяризацией, что, безусловно, важно для того, чтобы больше и больше молодых людей выбирали научную эстезию в качестве своей профессии. И вот нам удалось в рамках нашего, я считаю, достаточно смелого проекта это реализовать. Скажите, а помогает ли вообще вот юмор, например, вот мы видим кадры этого шоу сейчас, донести до молодежи, может быть, до детей какие-то сложные научные термины, формулы и вообще привить любовь к науке? Мне кажется, да, вообще язык человеческого общения такого очень важен для того, чтобы показать, что наука это, как мы говорим в нашем шоу, точно не скучно, а на самом деле очень интересно. И юмор — неотъемлемая часть научной жизни. На научных конференциях, на научных семинарах часто люди придумывают какие-то аналогии из реальной жизни или шутят для того, чтобы действительно чуть более глубже понять и с другой стороны посмотреть на объект исследования. Поэтому это, безусловно, помогает. Алексей, предлагаю заглянуть за кулисы вашего шоу. Всегда интересно. Да. Как выбирается та или иная научная тема, кто ее специально адаптирует для зрителя? И вот откройте тайну. Шутки пишутся заранее или это все импровизация? Значит, тема выбирается заранее, то есть мы в соответствии с организаторами редакторской команды работаем над различными экспертами, которых мы хотим пригласить, соотносим экспертов с возможными темами, которые, как мы считаем, заслуживают внимания широкой общественности. Те технологии, например, которые сегодня активно ишим образом развиваются, вы сможете увидеть наше шоу представленные квантовые технологии и биотехнологии, и дополненная реальность, и все, что сегодня обсуждается широкой общественности. Есть определенный план, как устроено наше шоу, у него есть определенная такая драматургия, и есть рычаг непонимания, это инструмент, который может использовать блогер для того, чтобы показать, что то объяснение, которое делает ученый, недостаточно для него понятно. А шутки, ну, я не буду открывать полностью все наши секреты, но скажу, что очень большая доля их ситуативная, импровизационная. Ну, тем более, что мы видим действительно популярных блогеров из интернета. Вот как вы выбираете гостей? Зависит ли, например, тот или иной гость, тот или иной блогер или юморист от темы, которая будет раскрываться во время шоу? Как это все происходит? Мы стараемся не соотносить, вот если ученых, конечно, мы соотносимся с теми, с теми, которыми мы занимаемся, ученых мы стараемся с ними не соотносить. Как раз таки, чтобы показать, что при хорошей популяризации, при хорошем уровне донесения информации, любой блогер, будучи он просто, значит, певцом или артистом или кем-либо еще, сможет понять эту тему. И более того, как вы знаете, в конце шоу он делает научный доклад на эту тему. И могу сказать, что мы, как представители научного сообщества, были довольны качеством докладов, которые делали наши гости-блогеры. Алексей, вот в интернете уже можно увидеть 4 выпуска вашей программы. Насколько нам известно, планируется 10 эфиров. Скажите, какие темы озвучите в ближайшее время? Это будет направление квантовых технологий, которым я активно занимаюсь. Поэтому мне как раз наиболее интересно посмотреть, насколько хорошо получились эти выпуски. Тема связана с искусственным интеллектом, который также сегодня на слуху, в том числе в связи с этими большими языковыми моделями. Мы постараемся разобраться в том, что такое искусственный интеллект с научной точки зрения. И тема связана с климатом, с теми глобальными изменениями, которые будут в нашем мире из-за климатической повестки. Поэтому мы стараемся охватывать то, что так или иначе широкая общественность обсуждается, и благодаря нашим ученым чуть более глубже в этом разобраться. Алексей, ну вот действительно, темы все очень актуальны, что называется, в тренде. А будут ли какие-то, может быть, темы подниматься из учебников, из школьной программы? Может быть, какие-то такие более академические? Е равно МЦ квадрат. И вот пояснение теории относительности. Да, вы знаете, все эти пояснения так или иначе возникают в ходе обсуждения более специальных тем. Поскольку, например, когда у нас был выпуск посвященный генетике, мы обращали внимание на то, что антураж нашей студии сделан с учетом всех главных научных символов, в коем в том числе является спираль ДНК. И каждый наш блогер вначале проходит небольшое тестирование со школьными вопросами, чтобы понять, какие школьные предметы ему нравились или нет. И поэтому нам так или иначе множество научных фактов приходится освещать, но вот в формате вопросов-ответов и давать к этому какие-то пояснения. Поэтому небольшой баланс академической подготовки у нас все же присутствует. Алексей, большое вам спасибо. Конечно же, мы желаем, чтобы ваше шоу развивалось, и вы не ограничились десятью выпусками. Спасибо вам огромнейшее. Большое спасибо. Хорошего дня.